Настоящий ипотечный микрорайон раскинулся на юго-западе города. Здесь уже введено в эксплуатацию пять ипотечных домов. Сейчас идет строительство шестого. Работа кипит. Дом планируют сдать уже в первом квартале следующего года. Впрочем, приобрести жилье здесь можно уже сейчас. Благодаря ипотечной программе «Новостройка» квартиру в строящемся доме продадут под залог уже имеющегося жилья. Процентная ставка там начинается с 7,9%. А при наличии каких-то моментов, связанных с предоставлением бонусов, она может быть еще ниже. В качестве бонусов могут выступать различные субсидии. К примеру, положенные молодой семье. Программу хотели закрыть, но передумали и продлили на неопределенный срок. Кроме того, строительство ипотечных новостроек развернется и на улице Левина-Поле. Там появятся еще два ипотечных дома. Всего на данный момент в городе построено 8 ипотечных домов. Многие семьи, которые взяли жилье в ипотеку, смогли досрочно погасить кредиты. Я брала на 28 лет, как говорится, до пенсии. Вы планируете досрочно погасить кредит? А мы уже погасили. Мы уже материнским капиталом погасили и живем. У нас двухкомнатная квартира. Теперь ипотека стала еще доступнее. Отныне Владимирский ипотечный фонд предоставляет кредиты без комиссии. А процентная ставка снижена более чем на 1%. Фонд работает по 8 кредитным программам. Среди них 4 социальных. А не так давно стартовали еще две социальные программы. Молодые ученые и молодые учителя. В наших планах интегрировать эту программу в программу городскую и социальные ипотеки, о которой я только что говорил. И тогда с учетом субсидирования процентная ставка по социальной ипотеке, по программе социальной ипотеки будет стремиться к нулю. Кроме того, программа «Молодые ученые» подразумевает принципиально новые щадящие условия погашения кредита.